Итак, первый момент, который мне лично помог в том, чтобы я формировала внутри себя, это почтительное отношение к мужчине, утверждение. То есть новый взгляд на мужчину, с новой стороны на мужчину посмотрела, желая найти в нем и в каждом мужчине семя величия. Мне даже было так интересно. Я вглядывалась в мужчину и пыталась найти его достоинство. То есть на чем вы фокусируетесь, то становится вашей реальностью. Если вы говорите, что мужчин нормальных, настоящих нет, это вас нет как женщины. Возможно, вы слышали такую фразу, повторюсь. Если вы говорите, что настоящих мужчин нет, это значит, вас нет как женщин. То есть вы потеряли какие-то свои женские качества. Очень много я слышала примеров, когда девушки начинали свою женственность проявлять. И именно в слабости, именно в том, чтобы попросить помощи. Очень много вокруг начинает появляться мужчин, которые действительно хотят помочь. Которые действительно хотят как-то сделать хорошее для девушки. То есть проявлять свои какие-то внутренние мужские качества, лидерские качества. Начинают брать ответственность за что-то. Если в вас нет вот этой женственности, если вы ведете себя как мужчина, то, понятное дело, вокруг будут одни мужчины, которые не соответствуют вам, скажем так. Следующее, что хочется сказать. Женщина, которая почитает мужчину, она дает ему первородство. Она не забирает эту пальму первородства, не старается быть первой, не старается быть главной, не соперничает с мужчиной, что мы видим часто происходит. Возьмите пример Деворы. Она получила понимание, она получила откровение, но она пошла к мужчине. Она сказала, вот ты иди вперед. Очень много примеров, когда вот действительно женщины, почитая мужчину, дают ему возможность проявить себя. Часто бывает так, что женщины начинают бежать вперед паровоза. Мужчины и женщины, у них мозг по-разному устроен. Мы реагируем на эмоциях. Часто мы что-то придумали, и мы уже должны пойти побежать. Мужчина же движется иначе. Ему нужно все обдумать, ему нужно все переосмыслить. Я часто сравниваю их с жирафом, что я длинная резьба, тонкая. То есть они очень долго, тщательно должны обдумать, продумать и прийти к решению. Но женщинам нам бывает сложно ждать. Бывает сложно не взяться самой и сделать самой. Вот если вы такой человек, просто удержите коней. Перестаньте как бы бежать реально, прежде чем мужчина что-то сделал и на что-то отреагировал. То есть дайте ему возможность прийти самому к определенному решению и принять это решение, и сделать соответственно своему решению. И пожалуйста, доверяйте ему в этом решении, если даже он будет ошибаться.